Пасо Кассано! Монсини! Питакко Монсини! Разница между голами Минского Динамовца Александра Прокопенко и полузащитника итальянской Ромы Монсини 25 лет. В мировом футболе далеко не многим удаются такие удары, а их авторов мы вправе называть кудесниками мяча. Александр забил пяточкой гол, забил пяточкой гол. Я уже не буду говорить, кто ему прострел дал. Хорошо? Поскромнее надо быть, правильно? Поскромнее. И этот гол получил лучший гол года. Ну, когда мы выходили на второй тайм, Александр была привычкой немножко задержаться там в раздевалке. Ну, команда уже вышла, и он выходит вот где-то через минуту. А там тысяч 50 было народу сидело, болельщиков. Все встали и стали аплодировать. Таким был легендарный шестой номер Минского Динамо. Воспоминаниями о его футбольных подвигах еще долго будут делиться болельщики и партнеры по команде. Сегодня возложили цветы у памятника Александру Прокопенко, ну и, конечно, не забыли о тренере. Геннадий Осипович Штенбук сыграл ключевую роль в становлении восходящей звезды. В этом году Белшин отмечает свое 40-летие. Сегодня ветераны футбола Бобруйска провели товарищеский матч против соперников из Минского Динамо. И местом встречи стал стадион имени Александра Прокопенко. Их легендарный земляк, мастер спорта международного класса и бронзовый призер Олимпийских игр. Сегодня в Бобруйске даже несмотря на морозную погоду болельщики пришли поддержать участников матча. Ведь посмотреть было на кого. На поле выходили Юрий Пудышев, Андрей Зигмонтович, Владимир Курнев, Владимир Голем. А к первой минуте дали понять, встреча в ничью не закончится. Как обычно. Мы же когда заканчиваем, тогда начинаем выкладываться в ветеранских матчах, турнирах. То, что борьба будет нешуточной, и тут ничейки не будет. Местные говорят, вроде серьезно настроены. Поначалу почувствовали ритм сердца, как бьется. Немножко вдышались, шагом практически. А потом уже разбегались, и все, азарт. Начали двигаться. Очень прилично. Первый тайм завершился в пользу гостей. После перерыва усилиями Михаила Маковского «Динамо» увеличило преимущество. Но хозяева смогли огорчить Геннадия Тумиловича. 1-2. Силы времени на второй мяч уже не хватило. Такой футбол нам нужен. Ведь играли сегодня в память о человеке, который оставил незабываемый след в истории белорусского футбола. Особенным этот день стал и для сына Александра Прокопенко, Дмитрия. Я очень благодарен, что я звоню, люди откликаются. То есть звонил ветеранам, партнерам отца по команде, звонил артисты. Все, которые я предложил, люди все откликнули, сказали, с большим удовольствием они поучаствуют в нашем проекте. Я на него равнялся как в спорте, так и в жизни. Он был большим авторитетом. И, насколько я помню, он всегда в спорте добивался результатов. То шел всегда упорно, упорно шел и всегда имел результат. На этом футбольный морфон памяти Александра Прокопенко не заканчивается. Через неделю в столичном футбольном манеже пройдет еще один матч с участием ветеранов Минского Динамо и команды Артстарс. Время невластно над настоящими личностями. Годы идут, а память о них только укрепляется. Алексей Богданович, Сергей Лисичкин, Алексей Шаплов. Новости спорта. Бобруськ.